Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Для тех, кто в первый раз зашел ко мне в гости, меня зовут Датса и по вторникам мы говорим на тему отношений, семьи и беременности. И так как моя беременность уже достигла 17 недели, то сегодня, я думаю, пришло время погадать, кто же у нас будет, мальчик или девочка. И так как мой скрининг второй уже по счету еще за горами и мне придется ждать 20 недели, то сегодня я решила прибегнуть к помощи примет и признаков визуальных и разных других, которые, я надеюсь, помогут нам сегодня разобраться, кто же у нас мальчик или девочка. Первый пункт. Тянет ли меня на сладкое или на соленое? Значит так, если меня тянет на сладкое, то будет девочка, если тянет на соленое или пищу, богатую протеинами, то будет мальчик. И если в принципе тянет на что-то, значит ты просто беременна. Да ладно, спасибо за выбор. Но я думаю, что, наверное, этот пункт я отдам мальчику, просто потому, что меня тянет больше на соленое. Я хочу постоянно есть пиццу, бургеры, макароны, чипсы и все-все-все не протеиновое, но тем не менее соленое, поэтому один за мальчика. Второе. Тошнота и токсикоз. Если у тебя сильная тошнота и сильный токсикоз, то будет девочка. Если этот симптом умеренный или его нет, значит будет мальчик. Опять отдаю пункт мальчику, так как у меня сильного токсикоза не было и он у меня исчез, по-моему, на какой-то неделе восьмой, поэтому этот пункт за мальчика. Так, дальше. Кожа. Есть ли у тебя так называемое сияние беременности? Значит, стали ли лучше твои волосы и твоя кожа? Тогда будет мальчик. А если твоя кожа усыпана прыщами, волосы стали тусклыми и сальными, то говорят, что девочка крадет всю красоту матери. Ну, как минимум, у меня нет никакого ухудшения в этом вопросе, поэтому пункт снова отдаю за мальчика. Дальше. Следующий пункт мне очень нравится. Поправился ли твой партнер? Я знаю, что мой муж меня за это убьет, но да ладно. Была не была. Что может быть лучше, чем поизмываться над любимым человеком? Правильно? Особенно, когда ты беременна и страдаешь уже три месяца от всяких разных неприятных симптомов. Поэтому пусть наслаждается. Собственно, мой муж ровно так же, как и я набрал лишний вес. Я за первые три месяца прискорбно должна признать, что я набрала 7 килограмм. Это ужасно. На мои метр с кепкой это просто невыносимо. Но мой муж набрал 5 килограмм. Так что, значит так, смотрим, что же это означает. Если мой муж набрал вместе со мной вес, то это может означать, что я беременна девочкой. А если он не набрал, то, наверное, просто на диете. Или будет мальчик. Значит так, первый пункт мы отдаем девочке. Ура! Где появляется лишний вес уже в моем теле? Если весь лишний вес появляется или распределяется спереди живота, то это будет мальчик. Но если весь твой лишний вес распределяется равномерно по телу, то будет девочка. Я точно могу сказать, что мой лишний вес распределился очень равномерно по моему телу. У меня поправились руки, у меня поправилось лицо, у меня поправились ноги и, конечно же, вырос живот. Но живот у меня такой достаточно широкий, поэтому я отдаю этот пункт девочке. Следующее. Настроение. Значит так, какое у меня настроение? Если есть переменчивое настроение или что-то похожее на грусть, не знаю, депрессию или просто хочется поныть, то будет девочка. Если я больше расслаблена, меня ничто не волнует и особо ничего не раздражает и не расстраивает, то могу готовиться к мальчику. Значит, мое настроение скорее переменчиво и я переживаю за все, нервничаю обо всем. За день это настроение может поменяться раз 15 и плюс ко всему она меняется вот так. Соответственно, пункт отдаю девочке. Далее. Как располагается живот? Носишь ли ты малыша высоко либо низко? Я сказала бы, что я ношу достаточно высоко, то есть мой живот уже начинается в принципе, ну не совсем под грудью, но близко к тому. Значит так, если я ношу высоко, то будет девочка, если я ношу низко, то будет мальчик. Соответственно, пункт уходит девочке. Мы носим высоко. Следующий пункт это сердцебиение. На последнем ультразвуке у нас сердцебиение было 164 удара в минуту, что является абсолютной нормой для первого скрининга. И что же это означает? Значит так, если сердце бьется быстрее 140 ударов в минуту, значит будет девочка. Окей? Пункт отдаем девочке, потому что 100% это больше, чем 140. Следующий. Этот пункт я заполнила заранее. Называется он китайский календарь определения пола ребенка или китайский чарт. И в общем там история такая. Тебе в этой таблице нужно отметить свой возраст, в котором ты была, когда зачинали ребенка и месяц, в котором ребеночек был зачат. И соответственно смотреть, что попадает. И в этом случае у меня получилась девочка. Следующий метод называется метод Рамзи. И говорят, что достоверность этого метода 95%. Ну, хорошо, давайте проверим. По-моему, покруче ультразвука. Ну да ладно. Так, бам-бам-бам. Если в твоем ультразвуке малыш располагается с левой стороны, то это будет мальчик. Если малыш располагается с правой стороны, то это будет девочка. Причем то, что мы видим на экране, это нужно перевернуть, потому что ультразвук, как здесь сказано, видит наоборот. В моем случае плод располагался с левой стороны, поэтому пункт отдаю мальчику. Следующий пункт. Это ощущение кожи. Если кожа становится более сухой, то будет мальчик. Если кожа становится более жирной, то будет девочка. Отдаю пункт мальчику за сухую кожу. Итак, следующий пункт. Волосы на теле. Если волосы на теле растут быстрее и более плотными, нежели чем обычно, то будет мальчик. Если нет никаких изменений, то будет девочка. Что я заметила? Волосы на ногах точно растут быстрее, чем обычно, и на животе появились мелкие-мелкие волосюшки. Поэтому этот пункт я отдаю мальчику. Следующий. Ноги. Так, если ты страдаешь от холодных ног во время беременности, то будет мальчик. Если твои ноги настолько же теплые, как обычно, значит будет девочка. В этом вопросе я также не почувствовала никакого изменения, поэтому пункт отдаем девочке. Следующий пункт. Слон в посудной лавке или грациозная лань. Значит, если ты стала более неуклюжей, чем обычно, значит у тебя мальчик. Если нет никаких изменений, привет, приехали у тебя девочка. Ну, в общем, должна сказать, что я была неуклюжим бегемотом как до беременности, так и во время беременности. Мой муж иногда говорит, что у меня вместо рук коромысло. Я вечно ими машу. Непонятно зачем, непонятно с какой целью. И иногда мне кажется, что они вообще живут какой-то отдельной жизнью. Отдаем этот пункт девочке, потому что изменений нет никаких. Так, и последний. На мой взгляд, самый-самый достоверный и самый научный из этих методов. Это тест на кольцо. Нужно взять либо волос, либо веревочку. Волос бесхозных не нашла, веревочек тоже у меня дома как-то не оказалось, поэтому пришлось мастерить из того, что нашла. Значит так, мы берем обручальное кольцо, продеваем его на веревочку и держим его над животом. И если движение будет вперед-назад, либо вправо-влево, то это будет мальчик. Если движение будет круговое, то это будет девочка. Давайте проверять. Так, правда, не знаю, для этого я должна лечь или хватит того, что я сяду. Ну, живот, в общем, живот виден, живот есть. Так, ну давай. Ставлю тебя на животе, чтобы сильно не дергался. Так, ну, по-моему, движение, очевидно, вправо-влево. Или вперед-назад. Да, движение вперед-назад, значит, будет мальчик. Ну что ж, давайте подсчитывать пункты. Мы пришли к выводу, что мальчик набрал 7 пунктов, девочка, в свою очередь, набрала 8 пунктов. Соответственно, сегодня побеждает девочка. И поэтому я думаю, что мы можем прогнозировать, что у нас родится дочка. До скрининга нашего у нас осталось 2-3 недели, но я совсем не могу гарантировать, что не пойду на ДОП УЗИ в Санкт-Петербурге для того, чтобы исключительно узнать, кто же у нас будет. И, возможно, об этом вы узнаете в следующем выпуске моей беременности. Если же не схожу, то, конечно же, через 2-3 недели, когда мы уже, наконец-то, доберемся до Риги и пройдем второй свой скрининг. Пишите под этим видео, как вы думаете, кто же у нас будет, мальчик или девочка. Может быть, по каким-то моим жестам, или словам, или, не знаю, голосу, или коже, волосам, да, по всему чему угодно. Может быть, вы уже для себя сделали какой-то вывод и можете дать мне свой прогноз. Давайте устроим тотализатор, и мне будет очень интересно, какое же ваше мнение. Кто же у нас будет, мальчик или девочка? Если говорить о наших родных, то родители моего мужа, они уверены и думают, что будет мальчик. Моя мама говорит, что, скорее всего, у нас будет девочка. То есть она как-то видит, не знаю, как-то энергетически, что ли, нас с девочкой. Мы с мужем все-таки как-то больше, наверное, склоняемся к мальчику. И сегодняшние наши приметы, которые можно наблюдать во время беременности, говорят о том, что у нас все-таки скорее будет девочка. Поэтому буду ждать и ваших прогнозов. И обязательно прокомментирую все, что вы написали в следующий понедельник, когда буду отвечать на ваши вопросы и буду говорить о ваших комментариях за эту неделю. Мы с вами увидимся уже в четверг. В этот день вторая часть видео о уходе, где я буду говорить о всех тех продуктах, которыми я пользуюсь во время беременности для того, чтобы сохранять свежесть, молодость и красоту. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на звоночек, чтобы не пропустить следующего выпуска. И также комментируйте под видео и пишите мне все, что вы думаете. Ну а на этом я заканчиваю свой выпуск. Желаю вам доброго дня и увидимся уже в четверг. Пока!